С ребятами поздороваешься? Всем привет, ребята! Привет! Что мы тут делаем? Мы сегодня очень бежим на ласточку. Очень бежим на ласточку? Подожди, там пешеходный переход впереди. Едем на ласточкино море, да? Ну что, мы пришли на вокзал Роза Хутор, да? Новый красивый вокзал и самый живописный маршрут железнодорожный. Поедем на ласточки. Стоит, ждет нас уже, нет? Но она проезжала, мы ее увидим. Ребята, молодцы, да? Силачи пешком 2 километра прошли. Тренировки даром не проходят спортсмены наши. Зал красивый, да? Большой, новый. Это все строили к Олимпийским играм. Я чуть ли не в первый раз тут в Красной Поляне вижу сортировку мусора. Хоть на вокзале она есть. Молодцы. Давайте спросим наших ребят-подписчиков, они мусор сортируют или нет? Мы много раз рассказывали, да, что пластиковая бутылка разлагается 100 лет. Это больше, чем живет человек. Надо заботиться о природе. Так, куда мы тут сюда входим? Никогда не устану повторять, что нужно заботиться о нашей планете. И, конечно же, учиться, учиться, учиться. Тем более сейчас есть куча возможностей для этого. Можно даже бесплатно получить полноценную профессию. И в этом выпуске я расскажу, как это сделать бесплатно. Особенно актуально для мам с детками. Я тоже свой путь начинала в декрете. И если вы в декрете или безработная с ребенком до 7 лет, или старше 50, вы можете получить новую профессию в обучающем центре Вектор М бесплатно. А полный список категорий граждан смотрите по ссылке под выпуском. И, да, снаружи никого на вокзале. А здесь целая толпа туристов. Все на ласточку. Так, где тут касса? Пойдем вот сюда касса. Сева, народу много, можно потеряться. Взялись за ручки и не отходим от меня гуськом. Кодовое слово помним? Кодовое слово важно. Если я говорю важно, вы сразу ушки на макушке подошли ко мне и слушаем. И делаем, что я говорю. Понятно? Ну, красиво тут. Так, где ж касса? Это продают прямо на входе. Очень удобно. Билетики купили, сразу туда-обратно взяли. Так, прикладываем билеты. Опа. Все. Что? Пойдемте, это первый путь. Наша ласточка уходит со второго и третьего. Как тут свежо. Интересно, стены отапливаются. Раньше не было, да? Видите, электрические конвекторы висят. Потому что очень прохладненько. Не можно, а нужно. Давай. Бережем силы. Нам еще купаться, поезда смотреть, назад еще ехать. А сейчас у нас самый живописный маршрут, да? Да. Да, вдоль моря красивый. И поезд ласточка наш любимый. Знаете, что это в море? А я езжу, мы должны поедем. А я езжу. Как это не знал? Ласточка-то стоит, нас уже ждет. Так, не спеши, Елисей. Вот. Да, молодец. Пойдемте в кабину посмотрим. У нас еще куча времени. Или что? Или не посмотрим кабину? Нет. Не посмотрим, заходим. Ну, пойдем тогда, давай сюда. Садимся с правой стороны. Где право? С правой стороны будет наиболее живописный вид. Нажимай на кнопочку. Так, перешагиваем дырку. Красавчики. Ну, давай вот сюда, может быть, четыре кресла. Нет, с левой стороны будет не очень красиво. Вот здесь будет красиво. Или пойдем вон там четыре места, смотри, все возле окна. Давай сюда. Отличные места. Можно, можно. Мы молодцы с вами. Мы пришли с вами немножко заранее, да? Не люблю опаздывать. Когда начинаешь опаздывать, спешишь, да? И наоборот, там все идет не так. Да? Можно заняться, пока не поедет. Да, когда вовремя ты идешь, спокойный, довольный. Никуда не опаздываешь, все хорошо, да? А когда опаздываешь, все начинает идти не так. Обычно. Спешишь, нервничаешь, окружающих своих, да, родных, близких, там, начинаешь ругаться, там, настроение портить. Так? Поэтому лучше заранее прийти. Близко мы к кабине машиниста. Ты мой сладкий. Но мы относительно близко. И не близко. Да, близко и не близко. Потому что кабина машиниста есть и с начала поезда, и с конца поезда, да? Обычно не два машиниста, обычно машинист и помощник машиниста. Вот так. И вообще... Один едет, второй помогает. И тоже едет. И вы знаете, что когда я приезжаю в нужную сторону, а машинист и помощник машиниста приходят в другую кабину и едут дальше. Да. В другую сторону. Сейчас вдоль моря поедем, вдоль гор, красота. Сейчас с вами считать будем, да? Да. И ребятам, подписчикам, кто первый правильно почитает количество туннелей, посчитает, вышлем в нашу игру новую. Депо. Да? И плиз. С паровозиками. И плиз какой-то от меня. Какую игру подарим? Депо или желудор Тетрис? И... Это будет секрет. Секрет? Да. Провожаю. Какую игру подарим подписчикам? И то, и то? Ну ладно, посмотрим. И еще, и еще, и еще. В общем, ребята, пишите в комментариях, сколько туннелей мы с вами проедем. И еще один от меня секретик. От тебя секретик? Ух ты. Только я не знаю, что это. Заинтриговал, заинтриговал. Я сама не знаю. Нет, почему нет? Я никому не вспомнил. Автоконструктор наш подарим? Или пазл какой-нибудь, паровозик? У меня есть пазл. Я знаю, что у тебя есть почти все наши игры. Нет. Наши игры мы продаем на маркетплейсах. И у обучающего центра Вектор М, кстати, самое популярное направление, это маркетплейсы. Причем на весь период за вами закрепляется сертифицированный преподаватель. А после курса вы получаете удостоверение о повышении квалификации государственного образца. Все обучение полностью удаленное. А заниматься можно в любое время. В общем, подробнее по ссылке под выпуском. Смотрите. Поехали. Конечно, красивый вокзал такой большой, да, здание. Все оборудовано. Одна из самых дорогостоящих железных дорог на мир. Потому что вся дорога практически проходит на эстакаде, да, на возвышение. Чтобы не смыли. И много, большое количество туннелей. Это тупиковая железная дорога. И это станция тупиковая. Дальше она не идет. Горы такие красивые, да, снежочек в горах. Мама. А, что? Потому что там еще на фуникуем будет небольшой туннель из палок. Это будет первый туннель. Ясно. Но мы помним, да, что ребята нам, кто первый, напишет в комментариях, количество туннелей, которые мы проезжаем. Тот получит подарок от нас. Игру. Сюрприз от Елиси. Сюрприз. Да. О, речка, смотрите. Это горная река Мзымта. Видите, какое бурное течение. В горных речках так не поплавать. Но в них сплавляются зато на байдарках, специальных лодках. Потому что очень быстрое течение. А течение быстрое, потому что уклон большой. Видите, на каком мы возвышении едем. Сейчас мы проезжаем Красную Поляну. Ее тоже, кстати, строили к Олимпиаде. Видите, насколько же уровень железной дороги выше, чем Красная Поляна. Что, притихли? Это, кажется, наша гостиница. Да, это наша гостиница. Нет, это еще... А, ну да, наша вроде бы. Ух ты. Это маленький туннель, но туннекуем. Да? Один. Это не туннель. В туннеле вообще темно. И вы вслух не считайте. О, уже не было. О, она, да, наша гостиница. Фуникулеры. А можно я вот посчитать? Не считайте. Вы тогда ребятам будете подсказывать. Вы про себя считайте. А я на видео не будем считать. А то, что это будет за подсказки. О, а это парк, смотрите, времена года. Мы здесь ходили. Что, вы не помните, мы здесь гуляли. Все-таки красиво тут, да? Все новенькое такое. Как будто... Как в маленькую Европу попадаешь. Все ухожено. но считай считай что считай считай я потом просто буду вырезать твой счет считай вслух хорошо я буду считать считай считай 1 вот это туннель они тут длинная а зачем как вы думаете строить туннель смотрите какая гостиница для социопатов в горах ты знаешь кто такой социопат человек который избегает общество людей есть и такое психологическое отклонение станция это садок да тоже эта станция горнолыжного курорта в этом году или все поедем с тобой либо сюда либо на донбай будешь учиться у нас на горных лыжах кататься до сначала на лыжах а потом на сноуборде как мама ты хочешь научиться и тебя возьмем умеешь ты иди ты умеешь посмотрю как ты умеешь хорошо это обманывать разве или ты пошутил на игрушечном между найдем вам вернее я вам нашла уже самого лучшего тренера научит вас кататься хотите научиться будете со мной ходить на тренировки тоже красиво да какие горы эти горные реки как правило не глубокие но зато быстрые широкие они бывают глубокие когда дожди пройдут тогда уровень воды в них чуть ли не мгновенно повышается и они вообще могут опасными выходят из берегов постройки на своем пути сшибают поэтому видите как железная дорога высоко над рекой дожди проходят и она сразу уровень поднимается она ведь и даже по берегам реки видно где вот что она бывает от река гораздо выше сейчас просто сухо дождей не было поэтому она такая более спокойно и более мелкая красиво было да ой старт выключила такой да это длинный прямо а еще туннель защищает от камнепадов знаете что такое камнепады или что такое камнепад сева да и камни падают причем не такие там какие-нибудь маленькие камушки а камни могут огромные булыжники да упасть могут разломать засыпать всю железную дорогу дать и вы знаете что есть еще такая катастрофа поэтому туннели да защищает туннели да ну это же на шри-ланке было помнишь мы смотрели и ребятам рассказывали у нас есть выпуск со шри-ланки когда мы ездили про цуннами когда пояс смыло да это страшная была катастрофа да да мы это не видели но мы это показали в нашем выпуске да и лисей и нам рассказывал экскурсовод еще один мост проезжаем над рекой мы прямо по устью реки вдоль устью реки едем да то ее пересекаем то она вправо уходит то влево вот какие грандиозные постройки да рядом видите автомобильный мост огромный это тоже новая новая дорога которую построили к олимпийским играм а до этого была дорога она называлась пронеси господи кто знает почему потому что она была одна из самых опасных дорог в мире краснополянская дорога строилась 1867 году и она строилась да мы будем проезжать ее ребятам покажем там камни с нее падали то есть но машины прям разбивались билетики у нас тут два они это туда обратно не знаю какой то да какой обратно вот этот вот то известие у вас спасибо пащак корова корова священное животное ты конечно не помнишь да ты не помнишь что они там гуляют водопад был они там гуляют по улицам и их никто не трогает всем поклоняются типа ну ты маленький был не они там добрые не падают один мост да видите тут сколько мостов опять речку пересекаем видите и рядом эта дорога держи эта старая дорога мы должны кусочек этой старой дороги краснополянской встретить на своем пути которая была супер опасная потому что там часто случались камнипада и обвала дорог а помнишь мы тоже с тобой или сейф на шри-ланке ехали когда в горах там камнипада были и часть дороги размывала и мы-то медленно-медленно проезжали на машине опять эту реку переезжаем сева сейчас расстроился говорит что он ни в какой стране не был потому что ну знаешь что вот я рассказывала сейчас что я например первый раз на море выехала в 15 лет какие ваши годы а тебе 5 а ты вот здесь да то есть но все еще будет главное желание правда или 7 кому-то больше повезло кому-то меньше кто не хочет вообще никуда не ходит и сидит дома где еще один мост посмотрели на тебя если ты был беременны как бы ты хотел ездить ладно сейчас четвертеньки появится если будете маме помогать везде будете путешествовать смысле не хочет есть мы с вами в москве сколько раз были в разных заведениях а в питер ты ездил с мамой что значит не хочет ездить если ты себя в питере так ведешь вот смотрите ведь они это новая дорога туннель туннель от новой дороги если ты себя плохо ведешь кто с тобой захочет ездить если ты вот капризничаешь начинаешь там вот это свое показывать естественно с тобой никто никуда не захочет ходить понимаешь что это вещи прямо вот взаимосвязанное твое поведение и желание с тобой куда-то ходить ты понимаешь елисей что с дружелюбными приветливыми позитивными людьми все хотят дружить понимаете а с буками бяками с кислыми с недовольными и с токсичными никто не дружит и не хотят общаться ухта тоже длинный конечно а говоришь никуда не ездила и мама никуда не хочет ездить а с мамой на такси конечно длинные уши заложила видимо было снижение а мне заложила машина с собой покажешь ну во первых у нас рюкзак с пользами спасибо ржд подарили на новый год тебя тоже такой есть ухты смотреть как красиво вообще ой опять еще один да ну показывай машины этот коротенький какой-то туннель номер пип никто не услышал мост до 3 машины какие-то ребята покажем джип твой салатовый дашь машина который меняет цвет но она уже не меняет всю разбил и вот такой еще динозавра очередной чуть не забыли до снять не успеваю снимать в момент въезда ну тоже длинный такой ладно едем дальше смотрите еще один мост проезжаем в этот раз медленные прям видны опоры и рядом автомобильный мост новой дороги краснополянской что устали уже ехать сейчас море уже будет кадлеру подъезжаем и сейчас аэропорт будет будет может нам даже повезет увидим взлет посадку самолета прям он тут рядом будет ребят смотрите что это такое вот что это за блоки знаете вот эти вот стоят правильно зачем они нужны ухты ласточка встречная вот поэтому так медленно едем видите кстати мы вам не сняли вагон смотрите мало людей в принципе едет табло сейчас здесь подряд зайдет побольше какой-то проезжаем сейчас наверное вагоны грузов грузовые вагоны смотрите эстакада что же тут делают типа каленоломня да смотрите какая эстакада здоровенная видишь или 7 наверное это пригоняет вагон и вот нагружают вот эти вот камушки для строительства железных дорог или еще чего-то могу смотреть кран какой подъемный здоровый и путей много премного и видишь смотри рядом с путями еще мостик железный вот он железный мостик идет для людей чтобы люди могли ходить или песок здесь намывают ну короче какая-то станция прям такая грузовая аэропорт самолеты видели все видно аэропорт сочи ребят самолет на посадку идет смотрите вон он летит скорей смотри и толкайся вот он полетел как низко летит или 7 не толкайся я снимаю сейчас прямо его посадку снимем с вами что зомби станция это метеостанция либо обсерватория скорее всего даже вот обсерватория похоже видите крутится там какие-то штуки смотрите тоже пути ехали сами на вокзал адлера да это крупный железнодорожный вокзал что курорта до города курорта его тоже сейчас увидим много интересных поездов о ну-ка смотрите наш любимый чмэ 3 буксирует пассажирский поезд который приехал привез туристов чмэ 3 ты уже строил классно из пластилина метро можешь построить а ты любишь строить из пластилина у нас есть целый канал поезда из пластилина простая лепка мама знайки заходите ребята подписывайтесь правда мы пока ничего не лепим на скоро возобновим нашу лепку да а а так ну там надо на колокольчик нажать и нажать кнопку подписаться на ютюбе мама мамочка а а и море 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 вот у моря с вами ребятки пересаживаемся к морю теперь с этой стороны будем смотреть да поезда этажным поехал велисей видишь двухэтажный вот здесь прям в поезде видите народу прибавилось до заходятся потому что тут удобно на поезде на поездью быстрее чем на машине ехать и красивее и комфортнее пантограф поднимает едет так наша следующая остановка выходим так что это за модель у нас таких нет 2s 4k это электровоз постоянного тока дончак они пришли на смену электровозом vl-10 и vl-11 и серийно выпускаются с 2011 года назвали его так потому что он производится в столице донского казачества новочеркасске построили их уже 230 скорость 120 на видельный поезд тут не знаешь смотри какие машины ты видишь это снежный завал эротрак видел разгребать что а да ухты поездов столько смотри со всех сторон ты видел здесь какие поезда и лисе у нас таких нет поездов здесь другой я не знаю я не помню все время постоянно путаю переменную нас или постоянно так железная дорога а вы какие цистерны а здесь муря ладно скоро приедем ухты смотри какой этот какой кран на рельсах специальные рельсы для этого для крана для железной дороги контейнеры да тут огромная железнодорожная станция а сейчас ухты смотрите ласточка стоит отдыхает отдыхает пусто 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 помните когда вы в первый раз его увидели в том году когда мы так ехали вот такие море и давай стекло облизывать на море не помните а так делали пляж ну сейчас будет пляж посмотри купаются с кругами разными а знаете что это за штуки вот эти вот бетонные уходят в море что это как называется ну это не буйки как вот эти штуки называются бетонные в море уходит ну давай давай быстрее это чтобы что да это волнорезы да они так и называются режут волну да чтобы волна не размыла железную дорогу вдоль берега ухты пляж да классно красивый тихо стоим смотри чуть не опоздали словом услышала станции зрителей понятно почему артур с вами поедет уехал море вот она а вон он смотрите ребята пешеходный переход пути так нельзя переходить потому что это небезопасно чувствуете как морем пахнет кайф да опасно да где он перебежал ничего не перебежал да да это когда это я не видела что ли как ты там что-то перебегал ладно что ребята идем купаться и поснимаем и поснимаем поезда классный но это в следующем выпуске давайте пока пока прощаться да смотри железнодорожные пути заброшенные тупик между прочим 1 тупик 2 тупик заброшенные долин ты видишь тут земли понавалило ну прям до тупика не доезжают говоришь что мама мы забыли обложку на обложку сделали на розе хутор но ты молодец прощаешься с ребятами подписывайтесь на канал ставьте лайки подсказывает тихо 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 по сторонам надо посмотреть все нормально у нас вон она одна ласточка дал которая наша уехала все переходим теперь точно пока пока нас тут пляж и привет следующем выпуске